АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро. Я очень рад снова приехать в Москву на конференцию ИНОК. Я особенно счастлив, что мне предоставили слово, и я могу рассказать вам о 25-летней истории РАЙП. Это, конечно, конференция ИНОК, но вы все входите в сообщество РАЙП. Я еще поясню эту свою мысль. Давайте быстро посмотрим на 25 лет истории РАЙП. Все началось в мае 1989 года, ровно 25 лет назад, когда 14 человек встретились на полдня в Амстердаме для того, чтобы договориться об учреждении новой интернет-организации в Европе. Мы решили, что, в общем, и времени нам хватит, и человека нам хватит для этой темы, потому что технология, ну что, она простая. И было буквально несколько мелких вопросов, с которыми нужно разобраться, и полдня нам будет предостаточно. Ну вот, прошло 25 лет, и мы все пытаемся разобраться с этими вопросами. С чего все началось? Что стало триггером к нашему объединению? Ну, большинство из вас 25 лет назад еще сетями не занимались. Может быть, кто-то из вас даже еще и не родился 25 лет назад. Так что, с вашего разрешения, я коротко объясню, как выглядели сети в 80-х годах. Ситуация была достаточно хаотичной. Кто-то, наоборот, говорил, что было очень много возможностей, был богатый выбор. Что было? Было много стандартов, очень много. У каждого человека был свой стандарт. У всех производителей компьютерного оборудования были свои стандарты и организация сетевого пространства. И я могу назвать буквально несколько из таких стандартов. Наверняка у кого-то звоночки зазвонят, вы вспомните про это дело. Помните Digital Equipment Corporation, который больше не осуществует, но в конце 80-х она была очень популярна, особенно среди специалистов в области образования и науки. они разработали Dignet, свой стандарт сети. Можно было выбирать из двух вариантов, Phase 4 и Phase 5. А была еще другая компания. Она до сих пор существует. Она называется IBM. У них был свой вариант организации сети, RJ, SMA и еще несколько других вариантов. А еще были такие странные люди. Они использовали не собственные системы, а собственно написанные системы на Unix, Unix to Unix Copy, UCP. А еще были настоящие профессионалы, конечно, такие как операторы связи, ребята из мира телефонии, профессионалы по организации стандартов, которые разрабатывали X400, например, такой стандарт отличный от отказа от электронной почты. или был еще X25, такой сетевой слой у них. В принципе, штука была не бесполезна и служила нам, верой и правдой, несколько лет. Еще что можно вспомнить? Вот эта новая странная вещь TCP, IP. Это основа интернета. Так что, если вы думаете, что сегодня у нас есть крупная проблема с интернет-протоколом, с четвертой версией, шестой версией, запутаешься в этих двух технологиях легко, зачем нужны две одновременные технологии, вот те из нас, кто начинал 25 лет назад, мы сейчас пожимаем плечами и говорим, всего-то две? Это же так просто. Так что сетевая среда, помимо технологии, предполагала еще и решение ряда политических вопросов, так же, как и сегодня, был TCP, IP, и был путь в будущее, который назывался Open Systems Interconnect от Международной организации стандартизации, ISO. Важное такое название они себе придумали. И правительство согласились с тем, что раз название важное, то и документ тоже важный. Они сказали, что ОСА – это отличная вещь, потому что ПТТ, которые принадлежали правительствам 25 лет назад, ее изобрели. И у этого стандарта еще было несколько характеристик. Во-первых, дороговизна, но это было не так важно, и ряд других неприятных характеристик. В то время как TCP, IP, согласно правительствам, это была плохая вещь, потому что не европейские государственные организации занимались развитием TCP, IP. И TCP, IP еще и был бесплатным, более того, работал, что уж совсем плохо с точки зрения любого государства. Так что образовалось два лагеря специалистов по интернет-протоколам. TCP, IP – партизаны. В основном работали в университетах. И вообще в 80-х годах, конечно, университеты, образовательные учреждения, научные учреждения развивали интернет, они начали с ним играть, потому что, во-первых, им нужно было что-то работающее, TCP, IP работало, во-вторых, им нужно было что-то легкое к установке. Unix в тот момент как раз набирал популярность, популярная операционная система, и TCP, IP встраивался. В Unix вы покупали рабочую станцию, ее включали, и, собственно, все, вы получали всю сетевую поддержку, которая вам была нужна. Ну и оставались вы в своем университете, в родных стенах, у вас, конечно, были друзья в других университетах, и вы могли играть с модемами и телефонными линиями, и устанавливать друг с другом соединение. Какая прекрасная игра. Ну тут, конечно, наступали какие-то неприятные вещи, потому что вы заранее же не подумали о маршрутизации, и вы не подумали заранее о том, какие IP-адреса использовать. Нужно было как-то заняться организацией трафика. Соответственно, необходимо было собраться вместе, и как-то решить эти вопросы, расставить акценты правильно. Ну вот 14 человек на полдня как раз и самоорганизовались. Мы продолжаем обсуждать эти вещи до сих пор. Мы продолжаем думать о том, как правильно организовать маршрутизацию, как правильно организовать DNS. Было бы здорово, если бы у нас появился WHOIS, который появился для того, чтобы понимать, кто отвечает за какую часть сети в Европе. Сейчас у нас есть база данных РАЙП. И уже тогда мы понимали, что здорово обмениваться опытом и учиться друг у друга. Вот 25 лет назад, собственно, за этим мы собрались. Мы поняли, что именно этим мы хотим заниматься. И довольно быстро также осознали, что одной встрече не обойтись. Где-то через полгода мы собрались снова. С этого РАЙП и начался. Стало нам всем ясно, что нужно собираться регулярно. Поэтому мы подумали, что нужна не столько организация, сколько сообщество, чтобы кто-то занимался координацией TCP и IP в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Важным элементом деятельности большинства из вас. Обмен опытом, обмен знаниями. Это тоже важный компонент. Эти конференции, эти встречи. Вы видите, что половина наших встреч посвящена пленарным выступлениям. А это, по сути, информационный обмен, обмен опытом. А вторая половина практическим занятием. Так что если перепрыгнуть на 25 лет вперед, то есть из 1989 года в сегодня вернуться, можно сказать, что ничего не поменялось, или можно сказать, что поменялось всё. Темы те же самые, но среда существенно изменилась. И наше сообщество приняло одно важное решение через несколько лет после функционирования в качестве этого сообщества, что нам нужна какая-то более стабильная платформа. Поэтому появился секретариат, который преобразовался в Рэйпин-Сессии в 1992 году. И это придало более официальный вид нашей вечеринке. И Аксель Павлик чуть позже сегодня более подробно расскажет о том, как шла эта работа. Сегодня Рэйпин-Сессии состоит из более чем 10 тысяч членов. Будущий Рэйп, ну что, это вы, это вы, вы, Будущий Рэйп. Мудрое напутствие от президента, от председателя. Если вы его ждёте, то я, пожалуй, сейчас передам слово Хансу Пётру Холину, моему сменнику. Я надеюсь, что в будущем нас ждёт эволюция, а не революция. Я надеюсь, что наши базовые ценности останутся неизменными. Это координация и сотрудничество. Я знаю, что вы все являетесь конкурентами друг для друга в отрасли, но отрасль будет существовать, и ваш бизнес будет существовать, только если вы будете время от времени объединять усилия со своими конкурентами. Я думаю, на наш век работы хватит. Но мою работу теперь выполняет Ханс Пётр Холину. Пожалуйста, приветствуйте нового председателя Рэйп. Последние недели, нет, последние уже две недели, да? Заместителем председателя он является с прошлого года, вот с прошлой недели председатель. Многие из вас знают этого человека. Он давно и активно участвует в деятельности Рэйп и подобных организаций. Ханс Пётр. Спасибо большое, Роб. Я занимаюсь интернетом со времён университета. Я в университете Йорка стажировался в течение одного года. Но для того, чтобы получить эту стажировку, мне нужно было получить тренинг по Юниксу. У нас в университете Юникс не преподавались. Тогда я помню ещё эти Х-86, я к нему подключился и сам тренировался, учился. Потом я присоединился к команде, которая занималась первым, организация первого интернет-провайдера в Норвегии. И потом я перешёл на работу в Рэйп, когда организация активно занималась поделением адресов и так далее. Я разрабатывал политику. Потом я организовал новую компанию. Первый из них, первый у нас был оператор связи. Я продал эту компанию оператор связи и организовал новую компанию. Потом я ещё раз зашёл в Рэйп, и я видела, что ситуация изменилась, документы ещё не были обновлены. И вот тогда я уже начал более активно участвовать в деятельности Рэйп. Меня очень заботила тема обновления документации, приведения её в соответствии с последними стандартами и вообще средой. Потом меня выбрали председателем местной рабочей группы, которая потом стала рабочей группой разработки адресной политики. Этим занимался пару лет. Потом я вошёл в адресный совет ICANN, занимался адресной политикой на мировом уровне. И потом 13 лет этим я занимался и решил, что, в общем, хватит, надоело, нужно заняться чем-то ещё. И тут подошёл Роб и сказал, не хочу ли я стать председателем вместо него. Я надеюсь, что меня выбрали на следующие 25 лет, потому что мне совсем не на 25 лет меньше, чем Робу. Соответственно, через 25 лет мне будет уже 70, и я бы не хотел до пенсии работать в этой должности. Но Роб просил меня каким-то образом разработать политику или процедуру по выбору преемника. Может быть, не в следующем году, но в ближайший год нам нужно будет обязательно это с вами обсудить. Не только политики нужно разрабатывать, чтобы обеспечивать открытость и прозрачность и так далее. Такая же процедура должна быть и для председателей рабочей группы, и для председателей РАЙП как такового. И, глядя в будущее, я думаю, очень важно понимать, что сообщество РАЙП и сообщество ИНОК не только сводятся к цифрам и координации работы. Мы существуем для того, чтобы обмениваться идеями, учиться друг у друга, для того, чтобы интернет продолжал существовать так же эффективно, как сегодня и в будущем. Ну и поскольку я сейчас являюсь председателем сообщества РАЙП, а вы все входите в это сообщество, и я к вашим услугам. И мне очень хотелось бы слышать от вас, каковы ваши ожидания от моей работы на этом посту. И, может быть, я могу каким-то образом сформулировать в будущем общую стратегию или тактику организации, но мы привержены нашим ключевым принципам. Это открытость, все могут участвовать, и процессы у нас организованы снизу и вверх. Для меня это одни из важнейших ценностей в жизни. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ